Радуется глаз, когда видишь, что наконец-таки началась реконструкция Белокаменного шоссе. Это целое событие для тех, кто хоть раз здесь проезжал. Последнее время оно больше напоминало проселочную дорогу. Четыре года Белокаменное шоссе не подвергалось какому-либо ремонту. Ямы, бутылочная горлышко на одном из участков. Шоссе сужало с четырех до двух полос. И функционирующий железнодорожный переезд, все это снижало скорость потока автомобилей, тем самым создавая пробки. Советом депутатов был утвержден бюджет. И в этом году мы провели конкурсную процедуру. Аукцион состоялся 27 июля. И, как видите, в начале августа работы начались. Но они включают в себя не только перекладку асфальтового покрытия, но также и расширение Белокаменного шоссе, которое так ждали наши жители. Тендер на проведение реконструкции выиграла видновская компания «Кодор». Ремонтные работы будут выполнены за счет средств с городского бюджета и частных вложений. Планируется расширить проезжую часть до двух полос в каждую сторону, так, чтобы шоссе стало четырехполосным на всем протяжении. Положить новое дорожное покрытие, установить столбы освещения со светодиодными лампами, асфальтировать тротуар и демонтировать недействующий железнодорожный переезд. Будем надеяться, что жителям понравится со стороны администрации. Это очень сильно разгрузит как въезд в город, так и выезд. Ко всему прочему, на выезде на Каширское шоссе мы планируем организовать трехсторонний разъезд, то есть организовать две полосы на выезд налево, то есть в сторону Москвы, и одну полосу оставить для выезда направо. По мнению представителей администрации, это также будет способствовать уменьшению пробок. Еще одна причина медленного движения автомобилей на данном участке – так называемый отстой грузового транспорта. Теперь на Белокаменном шоссе будут установлены знаки, запрещающие остановку. Давно пора уже ремонт сделать здесь. Я очень рада, замечательно. Желательно, чтобы это произошло побыстрее. Все очень хорошо будет, если сделают. Все будут рады. Долгожданному ремонту дороги рады не только водители, но и пассажиры общественного транспорта, потому что колдобины, по которым приходилось проезжать, доставляли дискомфорт всем. И конструкцию планируют закончить не позже дня города. Но, судя по темпам, обновленное Белокаменное шоссе мы сможем увидеть раньше. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.